Телерадиоканал 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 Ну, Вань, в отличный ты формируешься. Это кажется странно, что я тебе говорю, а не ты мне, конечно. Я вам все сказал уже там, до эфира. Маша потрясающая императрица просто. Спасибо, мне очень приятно. Друзья, ну как и всегда, собственно, по вечерам мы говорим о юморе. И Ваня, тот самый человек, вот вы наверняка видели шоу на СС, шоу выходного дня. И Иван, самый главный ведущий этого шоу юмористического направления. Есть у меня ощущение такого некого автопатии, потому что выходной день закончился, а шоу с Ваней на стороне ФМ у нас в понедельник продолжается. Это классно. Знаете, все очень логично, потому что шоу выходного дня на СТС выходит по пятницам. Логично, абсолютно. Все очень логично. Но я сделаю небольшую поправку, я не основной ведущий. Меня называют официальный голос шоу. А, вот так. Я веду, я все веду. Ну ладно, ты там в троне сидишь единственный, извини, конечно. Да, на троне сидю именно я. А вот здесь в нойке стоит лирник юмусов. Иван, вы не основной ведущий. Извините, пожалуйста, основного, пожалуйста, можно? Я вам скажу, что я лирник тоже был у нас. Был? Да, он был у нас. Что он сказал? Он сказал, что только Иван наш главный проводник в этом шоу. Вот и меня повысили сейчас, друзья. Я основной ведущий шоу выходного дня. Я, я лирник. Вань, ну на самом деле это интересно. Ты работал на другом развлекательном, музыкальном телеканале. И я-то думала, что ты ушел именно из-за того, что тебе предложили участие в этом шоу. А ты говоришь, а нет, все по-другому совершилось. Ну на самом деле, если быть честным, то есть как бы я такой человек, который верит во вселенную. И я просто уволился с телеканала, мы можем называть, да, название телеканала? Ну давай назовем. Ну давайте, что же там делать. Телеканал РУ-ТВ. На котором ты работал, кстати, 4 года без мамы. На котором я работал 4 года. Во-первых, никто не знает, что это за тиканал. Неважно. Есть один музыкальный. Единственный и уникальный. С синхронным вещанием в FM-диапазоне. Телерадиоканал. Страна FM. 89,9 в Москве. 102.0 в городе Санкт-Петербург. Спасибо. Как сказал, как сказал. Ну выучил просто. Он тут уже полгода работает. Хорошо. Ну так вот, я просто 4 года там работал. Там уже было все. Это мой такой альмоматор телевидения. Я там научился вести прямые эфиры, говорить суху. Ну очень-очень много профессиональных навыков я там приобрел. И понял, что ну хочется идти дальше. Хочется какого-то развития. И все, что мог мне дать, наверное, телеканал РУ-ТВ, я взял, поблагодарил. Мы очень все так хорошо-хорошо и до сих пор общаемся, дружим. И я просто ушел. Я не знал, что буду делать дальше. Может быть, я буду развивать свою там актерскую какую-то историю. То есть ты ушел в никуда. Абсолютно в никуда. Я думал, что ты странный человек, конечно. Подожди, и потом сразу же возникло предложение. И буквально. Я думал, что я никому не нужен. Депрессухи, опять дальше. Ну подожди, но была вот эта минутка депрессухи? Была, была. Капелька. А вдруг дальше не пригласят? Вдруг я никому не нужен. Вот да. Ну и все. Я люблю вести мероприятия, поэтому буду вести мероприятия, свадьбы за 30 флюбертов. Нормально. Вот. И ты тоже. А Мишка, как по-другому. И ты тоже, Иван. Не будем обидеваться, как бы. Я не могу с ней смотреть. Иван, Иван, просто я у меня, я почему молчу? Скупая практически слеза, ты рассказываешь, как будто бы нашу общую судьбу. Все то же самое. Уход, смена деятельности, разворот на 180 градусов, непонимание места в жизни. И вот мы оба на одном и том же телеканале. Именно. Вы даже, кстати, чем-то похожи. Если Ваню побрить, и брови тоже. Либо мне что-нибудь отрасти. Туда дают звук, да, как бы. Так, ну окей, как ты попал в это шоу? В шоу данного дня. Я сидел, но все, 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 наверное, я чмо. И что, можно было, да, такие слова? Конечно. Нормально. Вот. И буквально через полторы недели мне звонят, внимание, я сейчас похвастаюсь чуть-чуть. Ну-ка, это интересно, это интересно. С четырех телеканалов. Он на секунду. Федеральных. Один из которых прям мега федеральный. Совсем. Первый? Прям совсем федеральный. Или второй? Ну ладно, окей. Окей, окей, окей. Так. Вот, я пошел такой, везде попробую, ладно. Я себе пообещал, что пойду туда, где мне реально понравится, где мне реально прям оспик будет. Ага. И везде было что-то такое, что либо прям очень скучно для меня, для моего, не знаю, возраста, моего мировоззрения, ну, такое прям а-ля новости. Я не могу, я не знаю, я не получаю. Иван, стой, вот мы должны зафиксировать вот эту вот точку напряжения, саспенс, куда же ты пошел, и что было потом. Сейчас музыка, и ты продолжишь. Да. Оставайтесь с нами. Друзья мои, секретики, секретики. Вот здесь сейчас за эфиром рассказывал нам про федеральные каналы наш гость Иван. Но мы не можем с вами поделиться. А вот с чем мы сможем поделиться с вами, мы с вами и поделимся. Вот такая тавтология. Погнали. Ваня Чайков сегодня у нас в гостях. Вань, мы с тобой остановились на том моменте, что, собственно, куда, на какие телеканалы тебя дальше пригласили. И ты сказал, что вот куда вот душа ляжет, туда ты и пойдешь. Да. И в общем, все, что мне предлагали с других телеканалов, за что огромное спасибо, потому что я так свое самолюбие потешил, ну, как кто-то мотивирует. Да, 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 я. Я кому-то нужен. Вот. И тут пришло предложение развлекательного формата программы. Я думал, я с юмором вообще как бы далек. Ну, то есть, между собой... Подожди, Ваня, ты сейчас кому рассказываешь? Ты с юмором, да? Человек, который постоянно шутит, юморит, улыбается, развлекает, веселит всех остальных. Шувак одного дня, я вам напомню. И еще, понимаешь, да ты скромник. Нет, просто изначально, вообще, когда я предложил, у тебя будет свой стендап. Я говорю, стендап, ребят, ну, как бы, я ни разу... Я никогда не играл, какой нафиг стендап? Иван, ты наш хоронишь. Это программа про юмор. Скажи, да, из юмор. Да, 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 да. Был стендап. В итоге мы начали репетировать, мы стендап. Он прекрасный стендап. Его вырезали доброполучно. Я остановился на программе шоу выходного дня на телеканале СНС, потому что для меня это была абсолютно новая история. Абсолютно. Я не знал, как работать в юморе, как работать с такими титанами юмора, как Лирник, Юнусов, там, Митя Сорокин, который вообще в своем образе работает в сумасшедшем таком... Митя, мы ждем тебя в гости к нам. Митя, ты перестал брать трубку. Нет, Митя, перезвонил мне. Все нормально. Митя будет у нас на этой или на следующей неделе. Митя, мы тебя ждем. Проходи здесь, круто, очень хорошие ребята. И таким образом я остался на телеканале СТС на шоу выходного дня и начал как бы погружаться в мир юмора. Вот ты говоришь, сложно было там с ребятами, которые давно уже в юморе, которые вот Юнусов, Лирник... Ну поначалу я думал, что все. Фигня. Ну подожди, вы там собирались, вы там все штурмили, или как это все было? Или ты именно уже в готовом сценаре? Да, конечно. А, прокатные концерты. Подожди, вы в Питер ездили, если не ошибаюсь? В Питер мы снимали. Ну да, в Питер у нас 500 этих концертов. Мы ездили в Ступино. Чтобы отобрать, кто поедет из Ступино в Питер. Чтобы понять, кто смешной, кто может, кто нравится, кто не нравится. Ты остаешься в Ступино. А вот вы в Ленинград, пожалуйста. Да. А вы в Питер, возможно, даже поедете. Ну приятно, что тебя взяли все-таки. Ты выбрался из Ступино. И я просто такой, вау, вау, да ладно, это вот столько всего надо пройти, чтобы один раз пошутить. Для меня это было очень, ну, такое, сомнительное удовольствие. Но потом я влился в историю. Как-то все получилось. И когда у нас начались съемочные уже дни, ух, я скажу, это было очень сложно. Потому что если артист вышел, от выступала и ушел, и сидит там в гримерке, там ждет своего выхода следующего, там, который будет через 5 часов, то я постоянно на сцене. У нас там по 12 часов съемочный день длился. И в какой-то момент, был третий день подряд, по-моему, съемок, и все подумали, что у меня инсульт. Потому что я начал путать имена людей. Там выходит, допустим, Антон Верник, и такой, ну что, Роман, рассказывай, как тебе? Он такой, я Антон. Он такой, ну да, да, Рома. И так, и вот, и все такие, уведите ведущего, по-моему, ему плохо. Я просто не понимаю, почему мозг не зарабатывает. Вот это важно. Я начал замечать. Вот видишь, сколько общего. Ты тоже начал замечать. Ты хотел назвать меня Еленой. Иногда, вот, опять же, съемка, перед этим мероприятие, до этого еще какая-то съемка. А вот не хочется забыть, вот как зовут эту женщину, понимаешь? А я вижу, что момент этот уже близок. Так, ты такая красотка, красавица, милая. А вот, потому что подруга родная. Родная, коллегушка. Как ты справляешься с такими нагрузками? Надо поспать. Вот хотя бы раз в неделю, пожалуйста. Это реально спасает ситуацию. Больше способов нет. Вообще нет. Вот сон, ну, это прямо, не знаю, это наше все. И когда дается поспать, ты встаешь абсолютно другим человеком, такой, да ладно, можно жить? Ну, может и стендапчик как раз-таки после этого. Вольная пишется, да, расскажется. Можно все. Да, то есть тут, ребята, спите, пожалуйста. Спите хотя бы, ну, хотя бы. Ты знаешь, ты просто льешь шпаток у меня на душу. Знаешь почему? Ну-ка. Вот обычно, в какой день у понедельника у всех? Это какой-то день напряженный, вот снова неделя рабочая. У меня знаешь, какой понедельник? Я сегодня спал до двух дней. Я доспался за все вообще. Ой, ну все, хватит уже мериться, подожди, подожди. Друзья, такие все занятые, не высыпаются. У тебя сегодня вечернее шоу, а у меня утреннее, понимаешь? Я поздравляю. Спасибо, Ваня, это крутой очень эффект. Я прям заглядываю сейчас твоему состоянию. Спасибо. Вань, но у меня другой вопрос. Ну-ка, давай-давай. Ну, а для других? Слушайте, ну, я просто... Ой, раз-раз. И важно ли тебе чувство юмора, чтобы на нее было? Насчет того, что вот сейчас какие-то там глянцевые издания вносят меня в рейтинг вот завидных холостяков. Я все время, ну, не знаю, я как-то юмора как раз-таки отношусь к этому. Стой, стой. Так, опять интрига. Мы выбираем его, Ваню Чуйкова. Вот так, друзья, время ваш новая Майк Поиск. Мы продолжаем. Вань, но мы остановились на очень такой пикантной, интригующей теме. Мы начали разговаривать о твоей идеальной девушке. Она вообще должна обладать чувством юмора? И есть ли она у тебя сейчас эта самая девушка? Да, если ты смотришь наше шоу, то внимательно выкручивай на максимум. Сейчас будут все секретики. Я могу сказать официальное внимание. На данный момент... На данный момент... Я свободен. О-о-о, девчонки! Ну ладно, какими качествами она должна обладать? Да, на самом деле, главное, что должно присутствовать в девушке, это ее какая-то, наверное, искренность и честность по отношению к себе. Потому что проходит там три года, ты в отношениях, и потом человек раскрывается, показывает свое истинное лицо, такой, да ладно, да ладно, я всю жизнь жил с каким-то другим человеком. А сейчас наконец-таки она показала свое лицо, и оказывается, и ты, естественно, раскрылся. И такой, типа, мы, походу, не подходим друг к другу. И вот я не знаю, как, наверное, это обрести, найти такого человека, который максимально естественен, который не в маске существует, а вот такая она и есть. И вот либо принимаешь меня такую, да, какая есть, либо не принимаешь. Вот для всего остального есть пластический хирург. Ну вот, слушайте, есть странное вот это выражение, то, что девушки выбирают себе мужа, похожего немножечко на папу, да? Ну, какими-то качествами, может быть, внешне, может быть, там, как-то внутри. А вот интересно, мужчины выбирают себе в жены тех девушек, которые, может быть, немножечко отдаленно похожи на маму. А, похоже, визуально. Ну, нет, может быть, внутренне какими-то, ну, какими-то качествами. Я говорю, нет, не обязательно внешне, но вот чуть-чуть. Может быть, вот мама готовит какое-то блюдо любимое, и вот чтобы она тоже готовила. Иван, в нападение Маша перешла, видишь, да? Не в нападение. Можно я тебе кину тоже сказать? Иван, согласен ли ты, что не то, что ищут похожих на маму, некоторые ищут прям маму. Прям, некоторым очень нужна мама. Мама, да. В какой-то момент я понял, что я живу с мамой. Вот. И это, кстати, не самое приятное создание. А ты говоришь, Ванечка, ты покушал, дорогой. Вот это начинается. А подожди, а она реально старше? Или она такая же, как и ты, даже может быть, Влада, но ведет себя, да? Мы не проводим, а про отношения, про взаимоотношения. То есть, когда девушка в какой-то момент включает маму. Да. Надо надеться, надо, чтобы ты не занялся. Шапчик. Опять заболел, опять лечить тебя. Что ты надел, а? Вот, ну, что ты надел вот это? О, э, у меня есть мама, она хорошая, я ее люблю. Мне не нужна вторая мама, мне нужна женщина рядом, которая будет меня любить. Хотя, блин, а может быть, ты и... Вань, ну я же не просто так заболела. Вань, ты понимаешь, это была маленькая такая подвязочка, крючочек, чтобы перейти к маме. Ваня затеял просто гениальный проект, называется Мама Тревел. Это блог, который у нас, так, начал свой, где он там, в Одноклассниках, правильно, сначала, да? Да, мы стартовали в Одноклассниках, мы параллельно выходим в Одноклассниках и на Ютьюбе. Просто сначала премьера у нас выходит на Одноклассниках, а через неделю на Ютьюбе. Почему сделано так? Так, потому что больше шоу ориентировано на аудиторию старшего возраста, а, соответственно, максимальное количество людей старшего возраста, это в социальной институте Одноклассники. И поэтому мы там стартуем, показываем, и меня там уже называют сын маминой подруги, потому что все мамы, которые там смотрят и комментируют, Ванечка хороший, вот мой уехал, там женился, забыл меня, а Ваня молодец, всем бы такого сына. Ванечка, а ты знаешь, Маш, что такое мем сын маминой подруги? Мужчина, я понял, я поэтому и хотел пояснить, это знакомо всем мужчинам, понимаешь, когда ты самый вот последний человек на земле, в отличие от того практически бога сына маминой, а вот сын маминой. Ну, все, то есть он там самый лучший, все, я поняла это все. Всегда. Вот ты ты бездарь, а вот Ванечка, понимаешь, вот он мамой, а вот как, кстати, вообще возникла эта идея сделать это шоу, то есть ты давно бы нашел эту идею, или как? Подожди, ты не единственный сын в семье. Нет, у меня есть брат и сестра. Вот, по трое, класс. А лямку тянешь ты по путешествиям. Это да, это, ну, у брата там своя семья, две дочки уже. Отговорки засчитаны. Конечно, сестра вообще живет не в России, как бы, ей долго летать до нас. Ну, и, короче, тебе захотелось просто, потому что появилась такая возможность вывести маму, или вот почему, откуда возникла такая идея? Нет, я в какой-то момент, я давно хотел что-то придумать, что-то создать, какое-то шоу, не шоу, блог, может быть, вот, но потому что я буду это делать только тогда, когда идея будет, вот, от которой я буду прям реально сам кайфовать, которая будет нести какой-то благородный посыл. Я думал, что это может быть благотворительность, ее очень много, и она очень сомнительна все-таки на своей истории. Я подумал, что что-то такое должно быть, я не знаю. А мать одна. Благодарите всем много, а мать одна В какой-то момент я помню, у меня было такое само к себе, ну такое грустное отношение, но я не знаю, что я за человек Что я за человек, когда я помню, мне мама звонит, а я на мероприятие, я сбрасываю, сбрасываю, сбрасываю Да, она же волнуется И тут мне позвонили с работы, по-другому мероприятию Ага, ты сразу упадешь Алло, да, пожалуйста, скажите Я подумал, блин, я пять раз бросил маму, а на рабочую какой-то телефон Это как же надо любить деньги О, провинять вот деньги Какой я корыстный человек А вот что дальше было в отношении с матерью, мы уходим на музыку Телерадиоканал А мы молчать не будем Не молчи, Ван Чуйков сегодня у нас в гостях И, кстати, вот песня пелась, я так устала играть, а я предлагаю поиграть прямо сейчас Потому что у нас есть такая традиция, после 26 минуты мы с гостем проводим какой-нибудь интерактив Я готов Отлично Ну смотри, этот интерактив будет связан с твоим блогом «Мама Трэвел Шоу», который сейчас запускается Какое у тебя самое любимое блюдо, которое мамочка тебе готовит? Которое мама мне готовит? Это борщ Борщ Обязательно, если он не красный, это не борщ Со сметанкой, с мясом, чтобы это все наваристый Можно еще пампушечки давать, чесночка Вань, ну а вот вы часто путешествуете? Кстати, в скольких уже странах, городах? Где вы были? Мы пока были в рамках проекта в пяти городах, в пяти странах, соответственно Это где? У нас уже сначала был Париж, потом Барселона, Лиссабон, потом выйдет серия Кишинев Ага, интересно Лиссабон, Кишинев, нормально Кишинев и Берлин Берлин Ну слушай, ну а вы в этих местах пробуете какую-нибудь национальную кухню? Конечно, конечно Вот что вас так, знаешь, торкнуло, впечатлило Ну маму торкнуло очень сильно в Париж, когда я ей предоставил возможность попробовать, соответственно, французскую кухню Это всякие вот эти морские гады И мама долго сопротивлялась, пробуя эти устрицы И потом она выпила их, она сравнила, что это как старая селедочка А старая селедочка? Прелесть Я правильно понимаю, что в Кишиневе выпили вино А и мамалыга Помимо, конечно же, знаменитого молдавского вина Мы ходили в погребы Погреба, правильно я не знаю как Погребы? Погребы Ты ведущий, ты все знаешь Хотели вот эти вот подземные заведения, где хранят вино Вот, пробовали там разных сортов вино И пробовали мамалыгу, естественно, потому что это национальная молдавская история Секрой, может тебе тоже было лестно, что ведущий СТС спросил, как правильно говорить слова у нас с тобой? Да, немножечко так, знаешь, происходит Я вообще не приезжаю Ним вот этот немножечко подупал, а потом обратно возник Это всегда история, я не стесняюсь Я не говорю все, что... Это нормально, мы продолжаем Самый простой умный человек на планете, здравствуйте Нет, я по-русскому тройку Пивон Чуйков Вот так-то, кстати, друзья А мы играть-то будем? Тройка, то не расстраивайтесь Вы тоже, может быть, станете ведущими Да, конечно, смотри, я тебе сейчас предлагаю немножечко пофантазировать Мишка, тоже подключайся Ой, давно не фантазировала Да, я буду называть вам разные интересные, смешные кулинарные блюда Так Может быть, вы знаете, что вообще это там, какая консистенция и что это значит А может быть и нет Вот, собственно, давайте попробуем их расшифровать Так, поехали Итак, яйца зятя Как вы думаете, что это за кулинарное такое блюдо? Яйца зятя А это вопрос сначала к... Да, к Ивану сначала Ага, яйца бенедикт? Похожие А я должен отказать, что это за блюдо? Ну, что это за блюдо? Да, как ты думаешь? И есть ли оно вообще? Ну, да А, они все существуют Это реальное название? Это реальное название Как ты думаешь, что это такое? А, все ясно Яйца зятя Ну, что это? Это какая-то закуска, не знаю, салат, борщ, овощ Это вообще можно выгодить об этом говорить? Да, почему нет? Ну, есть такое блюдо Хорошо, конечно Я же придумала его Я думаю, это салат Салат? Рубленый Состоящий из... Из... Из сучих Я так есть, сменяюсь Зятя Зятя Ну, блин, ну что, вы думаете, так все просто? Нет, нет, нет Ну, ребят, ну фантазию, включайте ваше креатив Вы же, ребята, образованные Вот смотри, яйца понятны Ну да Если это яйца зятя, то наверняка прям вот Либо они вот совсем размешанные, как омлет, да, вот взбитые Ну, что бы сделали с яйцами зятя, взбили их Либо, наоборот, вкрутую сваренную, но тогда мелко пошинкованные Так Что бы еще ты зятю добавил в его яйца? Ну, перчик однозначно поперчил Не нравится Нет, без перчика, нет Посолил, посолил А как вы думаете, чье это национальное блюдо? Ясно, Украина Украина? Ну, не ты у нас сегодня в гостях Извините Ну, я знаю, либо что-то, что-то сраное СНГ, наверное Почему? Либо Польша, Украина, возможно, Беларусь Польша Итак Яйца зятя Вы готовы? Никто из вас, оказывается, вообще не был ближе всего Блин Итак, яйца взять, это традиционное блюдо тайской кухни Были в Таиланде А вот, смотри, оно представляет собой сваренное вкрутую яйца Обжаренное во фритюре и приправленное тамариндовым соусом Вот так Так что если ты с мамой поедешь А как название связано с ингредиентами? Оно, оно, смотри, по, значит, по тайскому языку Каилу Киню Переводится Вот так бы сказал, я бы сразу судьбую А то я уже как-то, ну, надо, да, сразу обозначить этот момент Все, окей, друзья Итак, следующее традиционное блюдо Это жаба в норке А, жаба в норке Это вот жаба в норке Это что-то из Гарри Поттера, да, по-моему? Ну, кстати Либо день щедрости День щедрости тоже можно назвать жаба в норке А там денежка же, да, жаба, вот это все Подождите, жаба в норке, жаба в норке У нас есть селедка в шубе, например, под шубой Может быть, это какая-то из французской кухни, типа там же лягушечки едят, да, лапки Это интересно И может их куда-то Точно нет Знаешь что? Нет, ну-ка Это знаменитое национальное армянское блюдо в лаваше Жаба в лаваше Жаба в норке Согласен А может быть даже что-то иранское У них же пита А, это греческое пита В Иране тоже у них там все пита Да, 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 ну что-то в пите, то есть вот такое в хлебушке Это как-то норка, знаете, такая Вот, и туда реально жаба Реально жаба Итак, ну короче, вы сдаетесь, да? Это традиционное британское блюдо Я был в Лондоне целый месяц И ты не попробовал жабу в норке? Там не было жабы в норке? Нет, жабы были, но они были Смотри, по сути, это мясная сосиска, запеченная в йогширском пудинге Это уллй, йогширский интерьер Нет, это не бегает тебе, ребята Нет, ничего, у всех с йогширским интерьером Друзья, у всех Пудинге, друзья, очень вкусный эфир сегодня Разгулялся аппетит, перекусите и мы гормемся Да Последний наш выход И здесь, как всегда, Маш Новая, Майк Войс И, конечно же, Иван Чуйков И, чтобы не тратить общее время Ваня, последний раздел твоей биографии Когда мы готовились к интервью Назывался Иван Чуйков сейчас Иван, погнали про сейчас Погнали про твой проект Самое главное, да, когда у тебя выходят новые выпуски Где это все смотреть? Мама Тревел Шоу, где мы перезагружаем всех мам Сначала я перезагрузил уже свою маму И вот мы готовы пригласить вас принять участие в нашем проекте То есть отправиться с нами в путешествие с вашей мамой Ого То есть вы и ваша мама Вы можете выбрать город, куда вы поедете Главное написать, почему именно вы И что в этом городе вы бы сделали с своей мамой Я не знаю Прыгнули с парашюта, погрузились с акулами Может быть в Исландии, я не знаю, купались бы эти горячие спочты То есть я тоже могу в этом поучаствовать? Любой, любой Главное напишите в одноклассниках в комментариях к нашему последнему видео Комментарии к последнему видео Всю свою историю Историю своей мамы, куда вы поехали бы с ней Здорово Мы смотрим на вас, встречаемся с вами Если вы крутые и реально хотите поехать То и маме нужна перезагрузка То мы берем вас и едем Супер, друзья, участвуйте все обязательно Заходите, подписывайтесь И, кстати, на Ваня Инстаграм-аккаунт тоже можете подписаться C-H-Y-I-K-O-E Подписывайтесь, Иван Но, смотри, ты не только ведущий, Вань Ты же теперь еще и продюсер То есть образование не прошло даром Режиссер, организатор, продюсер Да, учился я на продюсирование И в маме тревелл я тоже, в принципе, еще и продюсер, помимо ведущего Но и сейчас на этой неделе 6-7 октября пройдет Фестиваль актерского мастерства Кинотеатр Что это такое? В рамках празднования десятилетия Школы драмы Германа Седакова Это где я учился актерскому мастерству И огромное количество наших артистов Там, Лукерия Лишенко, Михаил Башкатов Мы знаем этого человека Естественно, многие знают Маша Ивакова, Лера Дергилева Волокоскевич, который сейчас в улице снимается, кабан Вот, многие-многие-многие прошли через эту школу И вот этой школе исполняется 10 лет И мы решили отпраздновать это событие И сделать большой фестиваль Круто Где будут мастер-классы по актерскому мастерству Сцены речи, продюсированию, режиссуре Все это абсолютно бесплатно Вход свободный Вот это просто сейчас уникальная история Да, 6 и 7 октября на заводе Флакон Вот подписывайтесь Это суббота-воскресенье на этой неделе, друзья Суббота-воскресенье на этой неделе Там реально будет круто На все мастер-классы я сам хочу сходить Потому что преподаватели и коучи, которых мы там приглашаем Они реально крутые Ваня, где есть афиша? Афиша? Либо подписывайтесь на Седаков Скул Это школа Германа Седакова Либо у меня есть в Инстаграме вся эта афиша На сайте Флакона все это есть В общем, очень много Вы просто забейте школу Драма Германа Седакова И там выйдет наш фестиваль Ну слушай, ты сам там не просто так отучился То есть ты целишься все-таки дальше пойти Еще и по актерской стезе, правильно? Я постепенно начинаю развивать свою актерскую карьеру, так сказать У меня уже в ноябре выйдет фильм полнометратный Эпигейл называется Там небольшая, но все-таки роль Эпизод, да? Не эпизод Не эпизод Это называется Второстепенный план? Не второстепенный Это называется продолжительный эпизод То есть я в нескольких сценах участвую У меня есть слова и как бы есть небольшая линия моего героя Круто, круто Но совсем скоро в декабре выйдет Новогодний экспресс Это четырехсерийный фильм на России 1 И там у меня главная отрицательная роль Отрицательная? Главная отрицательная роль Ты же так, подожди, ты же на сопротивлении Ты же такой веселый, смешно Я там такой жесткий бабник Ну ладно Как в жизни Я могу сказать, не такой, как в жизни человек Не такой, как в жизни Совершенно На сопротивлении роль Вот, и в декабре, да, будут показывать О-о-о, это серьезно Подожди, ну это в России А может быть есть и планы, кстати, куда-нибудь туда Ты же ездил в Америку учиться, правильно? Ездил в Лондон В Америку или в Лондон? В Лондон В Лондон Я вообще английский, правильно? Я занимался с чем-то с ума Вот Но планы есть, может быть Ты мечтаешь вообще об Оскаре А почему у тебя такая фактура? Вдруг все сложится Почему бы нет? Да, как бы Брэд Пит уже не тот Как бы да Пора бы уже найти Очагов-то тот Очагов как раз в самом развитии силы Так вот с английским бы надо, да? Надо бы под ценой, уражечка, да? А так все хорошо Ну сейчас мы завоим российский кинематограф, да? Да, потом пойдем дальше Давай, давай Но предложений много, кстати Вот после школы Германа Седакова Вот как попасть в эту клюю? Потому что понятно Многие идут, учатся А потом раз и сталкиваются с тем Что они в принципе актеров много И никому не нужны Конечно, на самом деле Тут надо, во-первых, кайфовать В своей профессии То есть как бы это как и ведущий Да, если ты кайфуешь в своей работе То наверняка будут много-много заказов Там все люди будут чувствовать, да? И захотеть И с Рафан на радио тебе поможет в этом плане То же самое в актерском мастерстве То есть после школы драмы Я не знаю, откуда начинают люди узнавать Но они прошли на какие-то кастинги Еще куда-то Какие-то прослушивания 99% этих кастингов я не прохожу Я не прохожу по разным Почему? По разным Кто-то говорит Я уже понял, что это отмаза Но все-таки это приятная отмаза Вы слишком красивый для этой роли Я говорю, ну я могу быть уроком Иван, вот на этом тезисе Вы самый красивый для этой роли Слишком красивый Я предлагаю и закончить И перейти к Блицу Давай, Блицу, поехали Не надо думать Самый красивый, Иван Чуйков Для меня самое важное в жизни Любовь Идти по жизни с юмором это? Это счастье Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? Пил 2018 2018 Ну а что, пил? Если бы не юмор, ты бы сейчас? Я бы сейчас Не знал, что ответить Иван Чуйков Друзья, с нами был Ваня Чуйков Спасибо тебе огромное за эфир Супер, приходи еще Спасибо большое, ребята, вам было очень весело Очень приятно До новых встреч У нас все хорошо, у нас вечная лето Телерадиоканал 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 Субтитры сделал DimaTorzok